Наконец, наконец-таки это свершилось. Это просто прекрасная новость, официальное подтверждение я буквально на днях получил, что да, теперь все-таки водители и дальнобойщиков в первую очередь стали сажать, как один человек говорил, не только на кукана, еще и на сковородку. Конкретно стали нахлобучивать, это просто прекраснейшая новость, вы, конечно же, пока что не понимаете, о чем я вообще говорю, но говорю я о очень наболевшей проблеме. Это свинарники, которые устраивают водители, даже не в том числе, а, наверное, в первую очередь, которые устраивают водители-дальнобойщики, которые двигаются по своему определенному маршруту и им донести мусор до контейнера лень, до урны, и они начинают разбрасывать различного рода бытовой мусор по обочинам, а также добавлять эксклюзивные материалы. Это так называемые биотуалеты от водителей-дальнобойщиков, которым лень выйти из кабины, или даже, скажу чуть-чуть по-другому, им лень потом свои биотуалеты вынести до контейнера, они начинают в том числе и на ходу. Это очень важная поправка, на ходу начинают выбрасывать и заниматься бомбометанием, на обочины кидают свой мусор, и дальше вы, наверное, замечали такую картину, что весной снег растаял, а дальше просто такая помойка по всем обочинам, по лесополосам, разворачивается перед вашими глазами, и потом вы просто смотрите, как на протяжении, наверное, двух-трех месяцев, либо пока трава не отрастет и не скроет вот эту всю похабщину, либо пока бедные дорожники не соберут это все в черные пакеты, потом не проедет специализированная машина, а может и не одна, потому что огромное количество мусора. Только потом наступает чистота, которая, ну, длится не совсем долго, потому что водители в большинстве своем все-таки очень плохо себя ведут в данном плане, они, я считаю, что, я не знаю, распущенные, не знаю, как еще назвать, ленивые, это те люди, которым лень вынести свой мусор, и, наконец-таки, свершилось то, что начали реально штрафовать за эту тему, и я сейчас расскажу, почему такие бешеные штрафы, и из чего исчисляются штрафы, и как его могут, и кто вообще может его выписать, как это происходит, и как один мой знакомый попал в дичайшую неприятную ситуацию, и официальное подтверждение я сейчас получил, вот на днях с ним разговаривал на эту тему, и как вообще вляпались, что сейчас происходит, и почему 200 тысяч рублей. В этом видео я бы хотел вам сообщить одну очень приятную новость, эта новость заключается в том, что мы разыгрываем в апреле месяце навороченный сигнатурный радар-детектор стоимостью 12 тысяч рублей среди наших зрителей. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, достаточно перейти в наше сообщество в Телеграме по ссылке в описании, либо в закрепленном комментарии, и прочитать подробные условия того, что нужно сделать для того, чтобы стать участником розыгрыша. В этом месяце мы разыграем новинку от компании iBox, это сигнатурный радар-детектор, называется он iBox Pulsar Laser Scan Wi-Fi Signage. Это современнейшее устройство, которое позволяет вам передвигаться по дорогам нашей необъятной родины без штрафов. Данное устройство будет вас заранее предупреждать обо всех камерах, обо всех комплексах, которые установлены на дорогах России, для того, чтобы вас штрафовать. И с таким устройством вы забудете, что такое штраф, и будете наслаждаться и кайфовать, особенно когда вы его выиграете абсолютно бесплатно, и получите из моих рук данное устройство. Еще раз повторюсь, ссылка на телеграм в описании, там все подробные условия. Наверное, начну с банального, что у нас законодательство запрещало свалки хаотичные мусора. Там штрафы были не совсем существенные, то есть там что-то в районе 5000 рублей, никто этим не занимался, потому что законодательство это не особо регулировало, и карали только за большие свалки, которые устраивали там крупные компании, там юридические лица и так далее. Сейчас же, ну а точнее, наверное, в 2023 году, в начале года ввели поправки в законодательство, где прописали новые пункты и новые штрафы под эти пункты. Наверное, будет делиться все на, в первую очередь, легковые автомобили, мотоциклы и грузовики, потому что, как я понимаю, исчисление штрафов исходило из того, что, ну как вы понимаете, чем больше машина, тем больше, соответственно, может из нее мусора вывалиться. Ну это звучит банально, но по факту оно так и есть, потому что сейчас вы услышите расценки на штрафы и поймете, почему я так говорю. И есть еще разграничения по еще одному очень интересному параметру. Это очень подходит для дальнобойщиков, которые не гнушаются это делать. Это различие между выбросом мусора в, так скажем, стоячем положении, то есть когда автомобиль остановился, из него мусор вынесли и поехали дальше. А есть разграничения, когда вы выбрасываете мусор из движущегося транспортного средства. Вот здесь начинается самое интересное. Почему? Собственно говоря, потому. Если вы, двигаясь на легковом автомобиле, остановились где-то и решили просто пристроить небольшой свой там узелок с мусором, где-то на стихийной свалке, на обочине, в лесополосе или еще где-то, то за такое нарушение вы получите всего лишь 5000 рублей. Я думаю, что в России многих это не остановит. Но переходим к самому интересному. Следующее разграничение, как я сказал, это разграничение по выбросу мусора в движение. И дальше идет очень интересная такая статистика по ценам. И сейчас вдумайтесь в цифры. Если вы на ходу выбросили из своего транспортного средства, как частное лицо, то есть как физическое лицо, мусор, без разницы, это может быть хабарик, может быть салфетка, может быть узелок там, не знаю, с обертками от конфет. Это может быть, я не знаю, вы где-то там заприметили, что свалка есть там хаотичная, там стихийная. Вы забыли из квартиры мусоропровод мусор выкинуть и едете с пакетом, он у вас там воняет. И вы решили прям не останавливаясь на ходу от него избавиться, то за такое злодеяние вы получите 30 тысяч рублей. Если вы сотворите такое же злодеяние, но будете должностным лицом, то вы уже заплатите 60 тысяч рублей. А если вы уже как компания это сделаете, как юридическое лицо, то заплатите аж 100 тысяч рублей. Это мы говорили про легковые автомобили и мотоциклы. То есть, если вы двигаетесь на маленьком стальном коне, там я не знаю, сколько у вас лошадиных сил этого коня есть, но переходим к самому интересному. Самое интересное заключается в выбросе мусора в движении из грузового транспорта. И дальше под эту статью попадают наши любимые дальнобойщики, которые любители посорить и ленивые задницы, которые не хотят дотащить свои две ноги, свою большую откормленную задницу до контейнера. Вот здесь уже начинаются суммы просто очень заоблачно интересные, вплоть до конфискации транспортного средства. И сейчас об этом я вам подробно расскажу. Если вы в движении выбросите из вашего грузовика мешочек с мусором, то если вы будете физическим лицом, то есть, собственником транспорта, как физлицо. То есть, у вас, к примеру, есть там, я не знаю, грузовик это то, что C-категория и дальше. Есть у вас, к примеру, газончик. Вы, как физлицо, на нем катаетесь. Выбросили мусор, вас зафиксировали. Вы получаете штраф 75 тысяч рублей. Если вы должностное лицо двигаетесь на C-категории и дальше, то, как должностное лицо, вы штраф заплатите уже 100 тысяч рублей. А если ваш автомобиль принадлежит компании, то есть, юридическому лицу, то есть, к примеру, вот мой Mercedes принадлежит мне, она не как физлицо, а как предпринимателю. То, соответственно, если я выброшу мусор из движущегося транспортного средства на ходу, то я просто-напросто откисаю сразу же на 200 тысяч рублей. Если наступает повторное нарушение, то я могу лишиться своего автомобиля, как средство, с помощью которого я совершил преступление. Это, не знаю, звучит с точки зрения простого человека не совсем понятно, но с точки зрения судебных решений это реально так и вполне возможно лишиться при повторном нарушении транспортного средства, собственно говоря, как механизма, с помощью которого вы совершили данное административное правонарушение. Это далеко не новость, это все было, но в нашем мире за такое, по крайней мере, я в последнее время не слышал, чтобы наказывали. И почему я, собственно говоря, записываю этот ролик, наступил момент, когда я от своего знакомого предпринимателя буквально позавчера услышал такую историю, что приходит штраф через госуслуги на 200 тысяч рублей о том, что он должен заплатить его в связи с тем, что на ходу был выброшен пакет с мусором и это официально доказано с помощью камер видеонаблюдения, с хорошей четкостью, с хорошим разрешением, все это дело видно, ролик прилагался, получается было, что ехал водитель, который работал в компании моего друга, в прекрасный момент в один он решил помусорить, выбросить мусор, собственно говоря, двигался он на участке, где стояла для таких моментов специально заготовленная камера в высоком разрешении. Я уверен, что не только одну машину зафиксировала эта камера, потому что их не просто так там расставили. В общем, фиксирует камера это нарушение, заинтересованные люди, которые отвечают за этот участок, вызвали сотрудников полиции, предоставили записи, сотрудники полиции оформили это все как нарушение, согласно статье административного правонарушения, и по номерам вычислили владельца, определили, что это юридическое лицо, и на компанию выписали штраф в 200 тысяч рублей за то, что водитель выбросил пакет с мусором. Этот штраф пришел к моему другу, и он сидит в разумиях, что ему делать. Дальше, конечно же, он обратился к своему адвокату штатному, который ему сказал, что штраф будет в любом раскладе, вопрос в том, во-первых, кто его будет платить раз, и вопрос второй, что можно немножко оспорить этот штраф в связи с тем, что законодательство и поправки позволяют сделать так, что если вы обоснованно докажете, что в данный момент за рулем были не вы, не собственник, как юридическое лицо, а, к примеру, ваш водитель по найму, то штраф можно с 200 тысяч рублей будет скостить до 75, не ошибаюсь, до 100 тысяч, потому что водитель считается должностным лицом при исполнении рабочих обязанностей, то есть он не как физлицо двигался, а как человек, который находился на определенной должности, соответственно, единственное, что можно, это через суд оспорить, что штраф будет 100 тысяч рублей, и заплатит его не компания, а заплатит его водитель. Это очень интересный случай, насколько я знаю, судебных практик еще таких не было, и судов, насколько я знаю, еще таких не было, и вот, я думаю, что в ближайшее время начнутся первые вот слушания по данному делу, и, да, я думаю, что там не одно дело, просто вот ситуация всплыла, я решил записать ролик, что, наконец-таки, может быть, что-то изменится. Почему, может быть, и, наконец-таки, два таких интересных понятия, наконец-таки, потому что на протяжении 7 лет моего дальнобоя я каждую весну видел картину, когда снег таял, просто обилие, дичайшее обилие мусора валялось буквально везде, где пребывали дальнобойщики, где останавливались, там не обязательно дальнобойщики, газелисты и таксисты, где есть водители, где есть стоянки, будет все описано, а как она замусорена, и будет еще изюминка такая дальнобойная, это будут везде разбросанные биотуалеты, которые сделаны из 5-литровых баклажек, там, может, не обязательно 5-литровых, но меня многие поймут, о чем я говорю, вот это все добро валяется по обочинам, особенно весной, на контрасте все это выглядит на черной земле, и дальше, либо бедные работники дорожных служб все это убирают, остервенело, проклиная водителя, либо наступает момент, когда через месяц-другой отрастает трава, и все это скотство немножечко выглядит уже поиначе, потому что, ну, просто-напросто частично не видно из-за того, что выросла трава. И на самом деле, я давно хотел поднять эту тему, тему вот этого скотства от водителей, которые просто-напросто не могут, да даже вопрос не в том, что дойти до туалета и дела свои сделать, или там, до леса. Фиг с ним, там, придумали биотуалеты, давно их уже придумали. Вопрос в том, что ленивые водители ленятся и не хотят, я не знаю, воспитание им не позволяет, там, или еще что-то, образование, что еще. Дойти до мусорки и выбросить все то, что у них осталось после их жизнедеятельности. То есть это и мусор, и продукты жизнедеятельности, которые производит человек, и т.д. и т.п. Они просто-напросто берут, в редких случаях они это просто на обочине выставляют, и зачастую просто берут еще и выбрасывают на ходу, как какие-то, я не знаю, бомбометатели, наверное, представляют, что они там пролетают над Парижем и сбрасывают там что-то на головы жителям. И на самом деле это то, что произошло сейчас, то, что начали наконец-таки за это дело браться, я вообще прямо несомненно и очень сильно рад тому, что сейчас возможно ужесточится все это дело. судебная практика, если встанет на сторону государства и будут штрафовать и выписывать штрафы тем, кто выбрасывает мусор, то я думаю, что рано или поздно, особенно те, кто столкнется с бешеными штрафами, они просто-напросто в следующий раз будут по методу испуга, по методу, я не знаю, кары кошелька, они просто-напросто в один прекрасный момент поймут, что лучше не выбрасывать, потому что сейчас все-таки 21 век на дворе, у нас камер становится, скажем, в нем все больше, различного рода системы работают, мониторинг есть и есть люди, которые ответственны за те или иные участки дорог. И сейчас, я думаю, что далеко не проблема взять, поставить банальную фотоловушку где-нибудь на дереве и увидеть, как, к примеру, какой-нибудь, я не знаю, мусоровоз приедет и сбросит на несанкционированной свалке свой мусор. Поверьте, если я штрафую там раз, два, три раза там одного и того же гражданина или одну и ту же компанию юридическую, то в следующий раз они, конечно же, задумаются и перестанут выбрасывать мусор. Хотел бы спросить вас, выбрасываете ли вы мусор и боитесь ли вы вот этой ответственности, которая сейчас становится все-таки реальной и дай бог, чтобы все это прогрессировало, потому что все-таки чем больше мы засоряем нашу планету, тем хуже мы делаем сами себе. Только вопрос в том, что расхлебывать это будете не вы и не я и не мы, а уже там может быть наши потомки через три поколения, потому что количество пластика и количество всякого рода отходов, они убивают нашу экологию в первую очередь. И, конечно же, все вот это скотство, которое валяется по обочинам, оно красоты не добавляет. Я думаю, многие возмущались, что едешь и постоянно видишь мусор, который сами живые разбрасываете. Так что вот такая прекрасная новость. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Встречали ли вы вот такие хатичные свалки везде? Встречали ли вы вот эти биотуалеты, где есть дальнобойщики, там есть туалеты? Я не знаю, я постоянно даже вот сейчас записываю ролик, смотрю на обочину возле выгрузки и вижу как раз пребывание, как говорится, следы пребывания дальнобойщиков. Вижу биотуалеты, вижу мусор разбросанный справа-слева, прям пакеты стоят целые, набитые там бутылками из-под пива. Я прекрасно понимаю, что это как раз-таки сделали мои коллеги, к сожалению, водители-дальнобойщики. Я знаю точно, что среди наших зрителей огромное количество водителей. Я знаю точно, что среди вот этого огромного числа водителей очень мало тех, кто использует хороший видеорегистратор. Хороший видеорегистратор позволит вам безопасно двигаться по дорогам России, да и не только России, и в случае чего он будет вашим алюби. Но для того, чтобы купить качественный и хороший видеорегистратор, нужно пользоваться и доверять только проверенным брендам. Одним из таких является компания iBox. По ссылке, которая закреплена в описании и в закрепленном комментарии под этим роликом, можно перейти и попасть на сайт компании iBox, где огромное количество различного рода устройств вы увидите под любой ценовой сегмент, под любой ваш запрос. Это и отдельно видеорегистраторы, и комбоустройства, и отдельно радар-детекторы. В общем, переходите на сайт компании iBox, смотрите, выбирайте, покупайте то, что вам нужно и то, что вам нравится. И двигайтесь по дорогам нашей необъятной родины максимально защищенными. Напишите по-честному, никто вас за язык тянуть не будет, наказывать не будет, штрафовать вас пока что не будут в комментариях. Напишите, бросаете ли вы мусор, тем более в движение. Видели ли вы, как кто-то бросал мусор, я лично видел один раз ситуацию, когда впереди меня ехала фура по М-11, и из окна вылетели три подряд баклажки с продуктами жизнедеятельности пилота данного транспортного средства. Дальше, когда он услышал о себе много интересных вещей по рации, мною сказанных, то он просто-напросто нажал на гашетку и растворился в тумане, потому что, видно, не захотел испытывать на себе те кары, которые я ему обещал сделать, если я его догоню. Я был привязанный в тот момент на 85 км в час, поэтому сделать я ничего, к сожалению, не смог. Ну и ситуации я в своей жизни встречал достаточно интересных и не очень. И вот хотел бы услышать ваше мнение от вас, правильно ли это, справедливо, и стоите ли вы на стороне закона, или вы будете дико возмущаться, когда вас оштрафуют за выброшенный, там, я не знаю, пакет с мусором из вашего автомобиля. На этой прекрасной ноте я все-таки заканчиваю. Я считаю, что новость позитивная, интересная, думаю, что вам будет полезно посмотреть этот ролик и предостеречь самого себя от выброса мусора. Лучше подумать и отнести мусор в контейнер, чем потом увидеть письмо счастья тысяч так на очень много. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!